В стенах Инженерного института Казанского федерального университета в очередной раз успешно объединили шахматы и активный отдых. Здесь состоялся турнир по чейсболу среди юных игроков. Кстати, университет стал площадкой для турнира по чейсболу не случайно. Стоит отметить, что именно Казанский федеральный является одним из основных проводников в свет этого молодого и довольно зрелищного вида спорта. На этот раз в турнире приняли участие не студенты и даже неопытные шахматисты. Зрелищную игру разыграли команды Казанской шахматной школы имени Нижмеддинова и Московского интеллектуально-спортивного центра КАИСа. Теперь можно не сомневаться, чейсбол действительно продолжает набирать популярность не только в Татарстане, но и за пределами республики. Действительно, мы третий год уже проводим умные каникулы в Татарстане. Мы выезжаем с ребятами, которые занимаются шахматами. Не обязательно это ребята, которые будут шахматами заниматься как видом спорта, а именно как инструментом личностного развития, который развивает ребенка гармонично. Во время умных каникул участников ожидала действительно нелегкая борьба. Как известно, правила игры в чейсболт значительно отличаются от классических шахмат. В партии на доске одновременно участвовали две команды по восемь игроков. Каждый игрок отвечает за свою вертикаль. Разговоры и подсказки запрещены. Довольно строгие правила не пугают юных гроссмейстеров. Я начала заниматься в четыре года. Я считаю, что я пошла в такое нормальное время, потому что иначе ты как-то не очень будешь играть, сильно можешь не очень начать. А так, если начинаешь с четырех лет, то сначала ты не играешь, не дается коэффициент, ты просто занимаешься. А потом ты идешь на турниры и пытаешься выиграть. Я начала заниматься шахматами с пяти лет, и когда меня впервые привели в шахматную школу, это мне очень понравилось. Я знаю, что если хочешь сделать ход, надо нажать специальную кнопку и сделать ход, который ты хочешь, на своей вертикали. Данный турнир стал первым за небольшую историю чизбола, на котором состязались школьники из разных городов. Как отметили организаторы, детский чизбол, скорее всего, еще неоднократно вернется и, несомненно, укрепит деловые и дружеские связи между городами России. Аделя Шамилова, Руслан Урозаев, Универньюз.